Радио 54 Первое. Областное радио Всех вас. И очень хотелось вас всех не подвести, и себя не подвести, и в грязь лицом не ударить, и область свою достойно представить. Получилось это или нет, конечно, оценивать зрителям, но я, по крайней мере, очень доволен тем, что произошло. Да, я сначала расскажу, в принципе, про этот конкурс. Я узнал о нем, наверное, пару лет назад, но как-то вот что-то звезды не складывали, что-то не совпадало. А в этом году я просто послал интернет-заявку, там можно было поехать либо в Москву на очный кастинг, чтобы они тебя сразу могли увидеть и оценить, а можно было послать просто интернет-заявку. А ты выбрал второй путь, почему? А я выбрал второй путь, потому что я особенно не ставил вообще на этот проект, и почему-то тогда у меня не было то ли времени, может быть, не знаю, как-то что-то не совпало, и я решил не ехать в Москву, думаю, ну, пошлю заявку, а вдруг получится. И как всегда, вот то, во что ты не очень веришь, и на что обычно ставишь, то как раз-таки и срабатывает. И в один из дней, в конце мая, наверное, в начале июня, мне позвонили, сказали, здравствуйте, Артур, мы вас поздравляем, вы будете представлять Новосибирскую область на конкурсе. Что ты, что ты испытал в этот момент? Расскажи, какие были эмоции? Ну, у тебя, конечно, сразу потеют ладошки. Естественно. Да, у тебя сразу начинается вот это вот вакканалие волнительное, ты начинаешь думать, что, как, где, но я, наверное, безмерно благодарен этому конкурсу, потому что у меня от него только самые положительные эмоции, и он настолько превзошел все мои ожидания, мне единственное, что обидно, что о нем мало кто знает. Вот да, да, на самом деле оно в звезде, правда. Потому что, конечно, сегодня у нас есть там проект песни, да, на ТНТ, голос на Первом канале, да, раскрученные бренды уже, да, музыкальные, а этот проект, он как-то немножко неизвестен. Наверное, возможно, отчасти... Ну, в профессиональных кругах о нем очень хорошо знают. Да, наверное, отчасти, потому что он идет на канале «Звезда», и все-таки всем кажется, что там идут только военные фильмы, а по факту, по факту, оказывается, там еще и люди поют. Но если мы знаем, кто в голосе оборачивается, то кто в жюри этого конкурса? Каждый сезон по-разному, но есть основной костяк членов жюри. Председатель жюри – это Максим Исаакович Дунаевский, композитор, Зара, певица, и Юрий Николаев, который вел звезду, может быть, если только... Ну, конечно, конечно. Но вообще, если с профессиональной точки зрения смотреть, что тебе дало участие в этом конкурсе, ну, помимо ответственности, которую ты уже упомянул? Это всегда выход из зоны комфорта определенной, да, и я уже много раз кому рассказывал эту историю, что, ну, вот, у меня были разные опыты в жизни творческие, да, и все это зависит от моего желания. Я всегда хотел куда-то дальше двигаться, поэтому я пробовался на разные проекты, что-то получалось, что-то не получалось. И это давало мне действительно классный опыт, и в этот раз я уже думал, ну, вроде как я вот даже на голосе был, ну, что волноваться уже? Ну, вроде там самый, наверное, волнительный момент, когда ты выходишь, стоишь, вот это вот несколько секунд, которые длятся в вечность, в тишине, да? И здесь ты снова в этой же ситуации оказываешься, ты выходишь за кулисы, вот это томительное ожидание, тебя всего трясет, сердце вырывается наружу, и ты думаешь, ну, все, вот это предел. Вот чтобы я еще хоть раз, хоть на один конкурс, зачем мне вообще сюда приехать, зачем мне все это нужно, вот, потом ты выходишь на сцену, и происходит что-то, вот все, что ты копил все это время, все, что ты хотел сказать, ты это делаешь. Ну, конечно. Внутри, да? Конечно, конечно. Но ты понимаешь, что ты сделал все то, что ты должен был. И еще, я сейчас перебью, для меня стало открытием, наверное, внутри себя тоже, что каждый артист, наверное, он проходит несколько стадий. Пока он молод, в нем играет какой-то юношеский максимализм, эго, да, желание хорошего, тщеславия, да, и он выходит на сцену, чтобы его любили. А в какой-то момент он вырастает, и он выходит на сцену, чтобы любить. И вот этот момент, когда ты уже имеешь опыт, когда ты понимаешь, что ты хочешь сказать, как ты хочешь это сказать, он, наверное, не так давно у меня только наступил. И вот эти конкурсы, они как раз-таки помогают приходить к этому, потому что ты слышишь критику, ты слышишь какую-то похвалу. И все это идет в копилку твоего опыта и твоей мотивации, вот, это очень важно. Первое. Областное радио. Напомним о конкурсе «Новая звезда-2020», который мы все когда сможем увидеть и тебя там, и поболеть за тебя. Да, первый тур 31 декабря на канале «Звезда» будет идти весь день. Это 8 выпусков, в нем принимают участие по одному представителю от каждого региона. И наш регион представляешь ты. Да, да. Это здорово. Вот. В общем, будет интересно. Я сразу скажу, что я опять же был очень приятно удивлен тем, насколько талантливые люди собрались, действительно, насколько был жесткий отбор этих участников. А какой регион тебе больше всего запомнился? Кто был рядом таким мощным очень? Я не могу даже назвать одновременно. Я вообще хочу, в принципе, сказать плюс этого конкурса. Несколько плюсов. Во-первых, так как он курирует со Министерством обороны, то нас поддержали. Поддержали материально в плане того, что мы ни за что не платили. Это здорово у нас. Нам оплатили перелеты, проживание. Нас даже три раза в день кормили поталончиком. Вот. Восторг. Это первый момент. Второй момент. Мы жили все вместе. С первого дня. То есть у вас прям творческая атмосфера в этом смысле была? Да, да. У нас была... Нет, не под камерой. Хотя нам обещали с первого дня, типа, ребят, вы как на Доме-2, вы сейчас в кадре. Имейте в виду, что каждую минуту вы в кадре. И первые дни все ходили причесанные, красивые. Потом поняли, что нас просто решили немножко подстегнуть, да, чтобы мы всегда в форме были. Вот. И на самом деле снимали нас, конечно, на площадке уже, да. Ну, при этом какие-то профайлы что-то подснималось, но жизнь нашу личную, там какую-то, да, частную никто не снимал. Вот. И, наверное, плюс в том, что вот это именно создание творческой общности лично для меня стерло абсолютно все границы конкурентной борьбы. Да, для меня в любом случае это был конкурс, но так как мы познакомились, естественно, мы не все общались, у нас была какая-то своя отдельная группа, там, да, человек 20-15. Но мы настолько сдружились, что мы проводили просто 24 на 7. И когда ты проводишь столько времени, для тебя уже человек не становится конкурентом, там, да, он человек, за которого ты уже переживаешь, сопереживаешь, да, болеешь. Поэтому, когда кто-то там не проходил, там, дальше, да, или проходил, мы всегда только радовались, поддерживали друг друга. И, наверное, это самое главное, чтобы не создавать вот это вот ощущение враждебности между друг другом. Радио 54 Первое. Областное радио.